Здравствуйте, уважаемые телезрители, в эфире телевидения МИР, программа Афиша. Сложен мир искусства, тонкие отношения, высокие творческие цели на фоне обыкновенного бытового процесса существования. Вот об этом мы и пытаемся говорить в программе Афиша, о художественном пространстве нашего города и о людях искусства. В прошлой программе было много про изобразительное искусство, сегодня много про театр. Начнем с театра Кухон-Сказка, там премьера, спектакль «Маленький водяной». Далее про главную сцену края. В Краевом театре драмы имени Василия Макаровича Шукшина открыли новый театральный сезон. 4 октября в Молодежном театре Алтая тоже премьера «Сказка 12 месяцев». По этому поводу и по поводу открытия театрального сезона там устроили встречу с прессой. В Музее литературы, культуры и искусства Алтая, что на улице Льва Толстого 2, работает удивительная выставка Бориса Щербакова, в первую очередь художника театрального. Это было все про театр, но будет и про музыку. 29-го концертный сезон начал симфонический оркестр Краевой филармонии. Большое событие. В финале программы традиционно несколько слов о ближайших мероприятиях. То есть новости. Смотри, смотри, кто-то там ходит и прыгает. Отсюда начинается понимание театра. С первых походов в детский театр, в нашем случае в кукольный. Алтайский государственный театр «Кукол-сказка» может гордиться своей недолгой, но яркой историей. Были взлеты, победы, спектакли, шедевры. Каждый год театр готовит несколько премьер и одна из последних – «Сказка-фантазия» по мотивам повести Пройслера. В переводе с немецкого – «Маленький Водимок». Поставил спектакль главный режиссер театра, заслуженный деятель Искусств Российской Федерации «Хакасии» Людвиг Кустинов. Художник – Андрей Кулаков. Художник в кукольном театре – фигура равноценная с режиссером. И только в соавторстве рождается интересный, красочный спектакль. Маленький Водяной – интересная, занимательная история, понятная детям и, как ни странно, не утомляющая взрослых. Не забывайте про театр, с которого начинается знакомство с искусством. И дети вам наверняка будут благодарны. Детский зритель – он такой сложный и одновременно искренний. Ой, ой, у меня опять какая-то громадина. Тащу, тащи, тащи, тащи. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ Добрый вечер, дорогие друзья! Я рад объявить о том, что 84-й театральный сезон Алтайского КРУ «Театродрама» объявляется открытым. Мы очень благодарны, что у вас сегодня так много с нами, чтобы разделить этот праздник, который, я думаю, праздник и для вас. Но сегодня этот праздник с большим и тяжелым оттенком грусти и горечи, потому что 84-й сезон мы открываем впервые без замечательного артиста и замечательного человека Дмитрия Мальцева. «Чайка» — одна из самых загадочных театральных историй. Там настолько все просто с точки зрения любовной интрижки, замешанной на отношениях в артистической среде, как говорят сейчас в тусовке богемной, в шоу-бизнесе. Почему же пьесу эту ставят и ставят? Упражняются режиссеры, художники, актеры. Из множества уже сыгранных Аркадийных, Треплевых, Тригориных, Заречных изыскивают тот новый оттенок в образах этих уже канонизированных персонажей русской сцены. А потому, может, что нет ничего интереснее, как ковырять болячку на глазах изумленной публики и получать от этого удовольствие. Все же доктор Чехов сразу наталкивает на эту циничную мысль, назвав пьесу «Чайка» комедией. Не смешно у Чехова умирает Треплев. Невеселой получилась жизнь у Заречной. Доктор Дорн кашляет уже с кровью. И это комедия Антона Павловича. Своеобразный был юмор. Театральная жизнь, судьба, связанная с искусством, муки, творчество, как много порой, отдается на алтарь искусств. А театр продолжается и продолжается. Довольно! Подавай, Геннадий! Подавай, Геннадий! А что же ты делаешь? Довольно! Подавай, Геннадий! Вина! Я упустил из виду, что играть на сцене и сочинять пьесы это удел немногих крышков, да? Я нарушил монополию. Да что ты! Я... мне... Да что это ты! Субтитры создавал DimaTorzok Мир театральной куклы. Туда можно проникнуть. Его приоткрывают в Музее истории и литературы культуры Алтая. Этот мир создает известный художник Борис Щербаков. Наверное, единственный из местных кукольников, который учился у самого Образцова. Да, у того великого, кто создал божественную комедию. И я устал и от... Борис Андреевич Щербаков – художник деятельный. Выставка, кстати, посвящена его 70-летию. Так вот, за долгую творческую жизнь художник Щербаков выпустил более 50 спектаклей. Например, сказка «Жили-были» идет на сцене Барнаульского театра «Кукол» уже 26 лет. И ни одно поколение посмотрело этот спектакль. Пишут, что Щербаков – личность творчески универсальная. Живописец, график, скульптор, конструктор, изобретатель и архитектор. От себя добавлю активная творческая личность. Он весь в работе. Новые постановки. Он сотрудничает с детской театральной студией, с известным режиссером и педагогом Сергеем Куцем и с нашим модным драматургом Строгановым. И все время в движении. Что показывают на таких музейных выставках? Эскизы кукол, декорации, макеты, фотографии, афиши, сами куклы. Выставка в музее. Там свои правила, но в этой экспозиции кое-что можно потрогать руками. И сотрудники музея подробно расскажут о творчестве Бориса Щербакова. Он и их обаял. По себе. Начало сезона. Это планы. Традиционно знакомят с ними прессу и, соответственно, публику. В молодежном театре Алтая не стали оригинальничать. Канун премьеры, о которой еще будет речь, главный режиссер театра рассказал о сезоне. Там много интересного. И со временем мы все узнаем. И, конечно же, представил приглашенного режиссера из столицы. Викторию Михееву, училась которая у Виктюка. В российской режиссуре что-то произошло, какое-то изменение, что именно женская природа так мощно начала работать. Но эти три имени, которые я назвал, они в Москве уже заявили себя, ругают, хвалят, это не важно. И вот появившись возможность пригласить к нам режиссера. С любым режиссером, с которым лично я встречаюсь на пути, хотелось бы так простроить взаимоотношения, а ее с театром, это в профессию входит, поставить так, чтобы тебя еще раз позвали. Виктория поставила сказку «12 месяцев». Сюжет известный, это советская классика «Самуил Маршак». Журналисты пытались, конечно, спросить о режиссерском подходе к этой работе, ведь манера ее учителя известна. Но сказка, не волнуйтесь, традиционная. И, судя по тем отрывкам, что показали, вполне зрелищно и направлено на зрителя, наверное, от 7 до 11 лет. Хотя после премьеры, 4 октября, мы еще поговорим про этот спектакль. Несколько слов о ситуации в театре. Ведь от этого и зависит творчество. Художественный руководитель Валерий Золотухин театр не покинул. Будут спектакли с его участием. Будут приглашаться режиссеры, и театр ищет новый современный литературный материал. Не кстати, но летом главный режиссер молодежного театра Алтая в Горноалтайске поставил пьесу «Замятина» «Атила». И было интересно, сможем ли мы ее увидеть в Барнауле. Все же экзотика. Этот спектакль специально был заказан именно в Горноалтайском. Пьеса была переведена на алтайский язык. И мы с художником Алексеем Дмитрием ставили ее именно с прицелом на алтайском языке. А вот гастроли, возможно, дело в том, что этот спектакль сейчас поедет на ряд фестивалей. И вы знаете, дело в том, что алтайский язык, он сам очень самоигральный такой. И напевность алтайского языка, несмотря на то, что, например, я не знаю алтайского языка, но я считаю, что русским все будет понятно, без перевода. Так застраивался спектакль. Что ж, сходим в театр. Нас приглашают. Тем более театр растет. Прошлогодняя премьера «Преступление и наказание» – очень интересная постановка. Только по-прежнему у театра нет своего дома. А ДК БМК, что на площади Октября в руинах. Но театр-то жив и открывает свой 47-й сезон. Краевая филармония. Крыса. Музыкант мирового уровня. И, конечно, юбилейные программы. 50-летие симфонического оркестра и 105-летие народного дома. Это то здание на Ползунова, где родной дом филармонии. Но главная музыка – серьезная. Владимир Рылов, главный дирижер и художественный руководитель симфонического оркестра, на встрече с журналистами говорил не только о предстоящем сезоне. Он шире смотрит на проблему пропаганды музыкальной культуры. Одно время это было даже такое, знаете, слово «ну ты», филармония. Некоторые оттенки, знаете, иронии, чтобы не сказать презрения. И это было. А, может быть, и есть еще. Но человек приходит и в симфонический концерт, и в картинную галерею, и открывает книгу для того, чтобы думать. Это единственное, что отличает нас от других представителей фауны. И дирекция старается найти новые подходы к зрителям. Открыли сайт филармонии, кстати, очень информационный и доступный. Узнать новости и заказать билеты можно через интернет. И адрес простой. Филармония Алтай. Филармония через PH пишется. А что касается здания филармонии, там обычная проблема. Деньги где-то есть, но их не выделяют. Хотя новая администрация края в курсе происходящего. Народный дом в процессе реконструкции. Оркестр будет выступать пока еще в зале Алтайской государственной академии искусств и культуры. Проспект Ленина, 66. Сезон открыт. Публика в ожидании новых программ. Уже 6 октября следующий концерт. Он, можно сказать, по заявкам. Это специальная программа для слушателей Академии экономики и права. Интересная форма работы со зрителем. Ну что ж, следите за рекламой. Нас ждет большой концертный сезон. Дамы и господа, началось премьер. Выставки, концерты, презентации книг и даже фильмов. Все по полной программе. Не начал сезон пока только театр музыкальной комедии. Но скоро и они откроются. А 9-го там гастроли. Питерский театральный центр. Анастасия Мельникова и Николай Добрынин. Спектакли «Пижама на шестерых». Французская комедия в двух частях. Садюльтера. Начало 18.00. 1-го октября любимый барнаульской публикой оркестр «Сибирь» начал свой концертный сезон. Теперь он выступает в Алтайской государственной академии искусств и культуры. Там же на проспекте Ленина, 66. Об этом концерте в следующей программе. Так же, как и о рок-концерте «Возрождение». Тоже через неделю. В галерее «Универсум» представляют выставку одной работы. Там показывают шпалеру 18-го века. Выставка рассчитана всего лишь на 7 дней. И там же представлены работы близкого фотографа. Спешите, вход бесплатный. Новая писатель Надежда Панченко презентовала свою первую книгу «Весело и шумно» в клубе «Чарк». А в Музее литературы, культуры и искусства Алтая тихо и с достоинством прошли мерзлительские чтения. Об этом в следующей афише. 29-го в четверг в павильоне современного искусства городского молодежного информационного центра открыли выставку Андрея Акишина. Она так и называется «Четверг». Мы ее не пропустим. А вот в выставочном зале «Союза художников» на проспекте Ленина, 111 готовят следующую экспозицию. Открытьте в ближайшее время. 2-го октября, вдруг еще успеете, в клубе «Чаплин» предлагают новый вид досуга – «Камеди-клаб». Ну, понятно, что это по образу и подобию известной телепрограммы, но с нашими героями. Наверное, будет весело. А 14-го в драмтеатре «Мэтры» жанра – шоу-театр «Калейдоскоп» с новой программой «Сочинение на свободную тему». А с 5-го там же в театре драмы новый проект «Театральная неделя». Актеры готовы? Да, мы готовы. Начинаем спектакль. Алтайский краевой театр драмы имени Шевшина представляет репертуар недели. 5-го октября – оркестр. 6-го октября – скамейка. 8-го октября – гамлет. 9-го октября – пока она умирала. До встречи в театре. Речь о молодежном театре Алтая сегодня уже была. 4-го там премьера – 12 месяцев. А вот 14-го там спектакль «Люблю тебя сейчас». Режиссер Валерий Золотухин. 15-го – хор турецкого и народный артист, но в разных местах. И вот только теперь о кино. В мини-плексе Родина – несколько фильмов «Город грехов», «Кровь за кровь», «Сорокалетний девский», «Высший пилотаж» и «Револьвер Гайоричи». А в киноконцертном развлекательном комплексе «Мир» и в кинотеатре «Искра» фильм Федора Бондарчука «Девятая рота». Ну не плачь, пожалуйста, только Новогода, всего лишь два года. Воробей. Теперь я твоя, давай, говорит, теперь жена, теперь положено. Чугун. Это что? Краски. Джаконда. Джаконда. Ты откуда сам? С Грозного. Ну будешь, пиночет? Пиночет. Спокойно, сынок. Стоять, фрейра! Отпусти! Что там в уставе протяготые лишения? Лютый. Волу, 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 вот оно, в косметчике! Ты же афганская команда, придурок! А! 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 Не хотели, чтобы их любили. Скоро. Стема! Здесь война! Здесь двойки не ставят! Здесь убивают! А! 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 Никто и никогда не сумел завоевать Афганистан. Они хотели, чтобы их любили. Девятая рота. Фильм Федора Бондарчука. События культуры становятся с каждым днем все больше и больше. И мы постараемся отслеживать, на наш взгляд, самые интересные. До свидания. Творческих успехов. Галерея «Кармин». Собрание произведений искусства. Выставки, экскурсии, продажа картин и художественных материалов. Галерея «Кармин». Вход бесплатный. КДМ-клуб. 8 октября. На сцене территория. Сергей Орехов. Дубовая роща. Гаргона. Люди осени. Happy birthday, John! Жизнь, словно дорога, которая пролегла через этот город. Его постоянство в том, что он всегда разный. Каждый год, каждую секунду. Он задает ритм нашей жизни. Такси Мерси. Мы работаем для вас круглый год и каждую секунду. Субтитры создавал DimaTorzok